Доброе утро, сейчас мы на кухне жили за Валерий Костинься с его любимыми племянницами. Племянница номер один, Юра Сергеевна, племянница номер два, попросту Дарья, Даша, Дашенька. Значит так, мы как бы на кухне, и как бы кухня и творческая, кухня рабочая, и где же и обедать приходится, учитывая скромный образ жизни. Значит, что мы сейчас видим? Идет упаковка, подготовка посылки к отправке. Это те самые уникальные семена. А вот, кстати, Юра Сергеевна, вот она, эта самая упаковка. Вот, когда мы дня три назад съемку делали, да, вот эти красавцы показывали, это плоды от 100 до 120 грамм, вот это вот чудо. Вот, наверное, на данный момент это самое крупное, что у меня есть. Теперь я гордо говорю, что этот сорт выведен, практически новый сорт выведен, это, в моем саду. А потом переехал в виде саженца в кианисту. И вот, что получилось. Тренинг нажат съемкой мы делали, да? Угу. Именно вот его, да? Да, да, да. То есть все-таки он скоро кончится? Угу. Ага. Это весь. Это весь. Так, ладно, ну, тем не менее, кто-то сейчас скажет, я хочу, ну, успевайте. Теперь так, о себестоимости, это, по станшинству закончим, или потом дальше. Значит, идет упаковка. Большинство, а большинство из вас, а покажу, как упаковка. Значит, о себестоимости, это важный момент. Первое. На много тысяч рублей куплена вот эта вот, как она называется, пупырчатая? Плёнка. Пупырчатая плёнка. Значит, она чем хороша? Она фактически невесомая. Я на ней пытался выгадать, чтобы подешевле стоила пересылка. Опять же, в интересах трудящихся, так? Вот. А с другой стороны, она деньги стоит. А когда мы тряпками упаковывали, получается так на так. Вот. Дальше, значит, это уже расходы. Следующие расходы. Вот эта коробочка. Вот. Мы их, они тоже не дешёвые. Почта любит наши деньги. Ой, как она любит. Это два. И, наконец, что у тебя в руках? Пакеты. Пакеты, как мы их называем? Полиэтиленовые, да? Это ещё расходы. Да, всё. Так. Заплатить за посылки. Заплатить за посылки. Часто не укладываются. За пересылку. А? За пересылку. Вот. И получается, если вы думаете, а, заплатить девочкам, потому что у них часто это получается чуть ли не главный доход. Вот. И получается следующее. Если кто-то думает, что мы зарабатываем на каждой косточке по 25 рублей, а со скидками 20, так? Кстати, ещё праздничные скидки. Я же объявил об этом, кстати. Вот. Что косточка, ура, 25 рублей и это самое, десяток косточки можно идти за певом, то вы ошибаетесь. Вот. Доход совсем небольшой после всего, что я вам рассказал. Так. В прошлый раз мы уже показывали кое-что. Пожалуйста, Дарья, давай-ка свою работу показываем. Ну, вот сейчас эту закончу и с нуля. Так. Почему ты занимаешься жерделью? Я больше, что ты на этот вопрос не ответишь. Зачем людям жердель? Это уже задним, как часть учёбы. Жердель мною была, черенок, привезён с Украины. Самое интересное, я за него гривны заплатил. Я никто мне там ничего не дарил. Вот. Дальше. Был привит, удачнейшая прививка на абрикос манджурский. В результате получились некрупные, сладко-кислые, вкуснейшие семена. И дегустацию выиграла именно она. То есть, оказывается, не смутило, что пять раз меньше королевского или академика. Вот. Вкусовые качества оказались выше всех похвал. 12 человек участвовало в этом, как в неофициальном дегустации. А только я один был за королевский. Даже обидно было, страшно. Суперсорт этот самый французский проиграл. Ой, жалко, не было фотоаппарата и этого, который записывает. Вы видели это? 12 голосов, 12 рук поднялось за эту жардель. А продается плохо? Нет, конечно, немножечко покупают. Но все-таки это. Юля, ты у нас на посылках. Много берут жардели? Нет, не очень. Не очень? Ну вот и обидно. Теперь еще ее качество. Ну, раз уж разговор зашел об этом, люди увидели, как это собирается. Песок слегка сырой. Показываю. Вот он. Вот так он должен выглядеть. Соотношение 6 или 7 к 1. Вот. По объему. Ну, там, допустим, 6 банок песков и плюс 1 банка воды. Вот так. И потом, значит, смешали и получается нормально. Так, теперь. Схожесть очень хорошая. Или скажи, сколько мы весной выбрасываем этих самых переросших. Вот. Но это те, кто не умудрился до апреля, до мая купить. Так, дальше. И так, раз уж про Жальдель еще пару слов. Абсолютно не боятся сырости. Вот это для северо-запада. Это Псков. Это, это самое, Вологда. Это Ленинградская область. Это Карелия. Это Архангельская. Это Мурманская. Вот. Вот это все для вас. И тем не менее, может быть, за всю зиму человека 20 из тех краев купили именно Жальдель. Да, скромная, скромная, скромная. Но дело в том, что в большинстве регионов, в целых районах нет ни одного абрикосового дерева. Это уже исторический факт. Самое страшное, когда местные специалисты говорят, и не пробуйте. Вот это самое жуткое. Значит, проверена ее морозостойкость в Жальдель. Как? Дерево Жальдель, привитое на Манжурске в прошлом году, на 21-м году жизни, дала 40 ведер. Даш, помнишь, как это? Да, помню. Телевидение помнишь? Да. Как ты с Тимошкой это самое собирала? Ужас. Рот замучили, да? Да. Вот. Значит, потом, уже до этого Сергей Жальдель взял и привил, нет, не так, с привитого дерева вот эти кошки порастил, и вырастил сотню-две жальделей в качестве сеянцев. Три года они у нас жили. Ни одной подмерзшей ветки уже сеянцы, уже в чистом виде. То есть они пропитаны генами Манжурца, и эта Херсонская область совершенно не пострадала. Они не пострадали в Сибири, хотя были срока красная зима. Ну, потом случилась беда, они были все выкопаны, помнишь, и Сергей расстал по местам, должны были ехать в Красноярск. Вот. Предоплату не взял, ну, наш человек, да. Предоплату не взял, а еще через месяц они оказались все на костре. Вот. То есть Жальдель может стать событием для любого региона России, если я сказал, что они не боятся сырости. Херсонская область – это сплошная сырость. Вот. С одной стороны, морозостойкость от Манжурца, с другой стороны, чуть ли не для полярного круга. Мы имеем возможность садить. Ну, что ж, закончим этот разговор. Еще раз полюбуемся. Вот. На девушек. Южа Сергеевна, вот, Дарья, мои любимые племянницы. Так, ну и, наверное, все. Так, это у меня на градуснике минус 26 показывает, там, или это в районах? Так, и есть. Так, и есть? Это вы сейчас поморозовы? Да. Понятно. И гавалет, и ясно. Ну, что я скажу, молодцы, дошли же. А, для вас, Сибиря, 26 – это как для этого. Знаете, было такой случай, может быть, не к месту, еще в советское время было в газете написано. На Кубе температура упала до 0 градусов, 0. Замерзло 8 человек. Так, так что вам это не грозит. Ну, все, девчата. Вот. Дарья, помаши ручкой, и все. Некогда скрыляться, точить. Да, некогда.